В своем новом майском указе Владимир Путин поставил задачу создать в регионах качественную систему среднего профессионального образования, которая смогла бы обеспечить страну высококвалифицированными рабочими кадрами. Именно для этой цели еще в 2016 году в Чувашии на базе электромеханического колледжа открыли межрегиональный центр компетенций. Сегодня своим опытом в этом направлении Чувашия делилась со всей страной. В Чебоксары приехали федеральные журналисты и специалисты сферы образования из других регионов. Делаем обязательно зазор. Вентиляцию направляем сюда, для того, чтобы дым и вредные газы уходили в атмосферу. В лабораториях и классах межрегионального центра компетенций на базе Чебоксарского электромеханического колледжа идут занятия. В это время в актовом зале начинается круглый стол по развитию среднего профессионального образования. Его участники – федеральные журналисты и специалисты из разных регионов. Те, кто не смог приехать на видеосвязи. Основной вопрос – опыт Чувашия в модернизации системы среднего профессионального образования. И, в частности, создание одного из семи в России межрегионального центра компетенций. Проект не просто состоялся. Он является трансляцией опыта не только на Чувашскую республику, но и на другие субъекты Российской Федерации. Потому что это база подготовки не только специальных кадров для Чувашской республики. Здесь проходят профессиональные чемпионаты. Здесь проходят конкурсы профессионального мастерства и ряда российских крупных корпораций, в частности, Росатом. За последние пять лет в развитие системы среднего профессионального образования Чуваши инвестировано 7 миллиардов рублей. Быть рабочим действительно становится модно, отметил министр образования республики. Конкурс таков, что стать студентом колледжа или техникума иногда сложнее, чем поступить в ВУЗ. Кроме того, в нашей республике впервые в России создан центр инсталляции профессий. Там школьники могут не просто познакомиться, а погрузиться в востребованные на рынке труда специальности. После изучения работы центров журналисты смогли задать вопросы представителям кабинета министров республики. Чем был вызван выбор электромеханического колледжа как площадку для МСК? Мы же обучаем не только для себя и для ученика, мы обучаем в первую очередь для работодателя. Это был запрос регионов, запрос бизнеса. Система рассчитана не только на тех, кто заканчивает 9 класс или школу, отметил директор Чебоксарского электромеханического колледжа Алексей Судлинков. Мы ставим с собой задачу, чтобы у нас в год обучалось не менее полутора тысяч взрослого населения. Это подготовка, переподготовка, повышение квалификации. Среди национальных целей, которые Владимир Путин поставил до 2024 года, вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству образования. Работы много, но Чувашия на верном пути, отметили эксперты. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Андрей Шоклев. Республика.